Блогер Владислав Харчев обращает внимание на удивительные странности восстановления плиточных тротуаров после устранения коммунальных аварий. По теории якобы считается, что плитка намного выгоднее для Самары, потому что после устранения последствий прорывов в раскопанный участок тротуара можно быстро и просто заделать снятой плиткой. Но это в теории. Вот что-то пошло не так на пересечении Ленина и Первомайской. Там закопали яму после ремонта трубы еще в августе, но плитку вернуть на место не торопится. Она лежит рядом с закопанной ямой, сложенной кучкой. Вангую это из-за того, что контора, которая клала плитку, не считает этот случай гарантийным и не видит причин заделывать тротуар за свой счет. А водоканал, наверное, не имеет компетенции в мощении тротуаров. Так и тянется эта ситуация с августа, отмечает блогер. Тольятинец Александр Бредихин выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982 года, дня, когда скончался генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. «Помню, как 35 лет назад нас, десятиклассников, отпустили из школы», – пишет автор. «Учителя Тольятти просто не знали, как им себя вести. Видимо, никаких инструкций не получили. В райкоме и горкоме наверняка тоже не знали. Эти фотографии передают немного настроения из того времени. Тольятти в этот день был пустой. Тогда вся страна замерла в ожидании. А что же будет дальше? И мы тогда не знали, что со смертью дорогого Леонида Ильича закончилась целая эпоха». Субтитры создавал DimaTorzok